Всем привет! Меня зовут Абдулова Кристина и я начинаю новый осенний влог. Давно меня не был на канале и наконец-то я собралась силами и начинаю новый влог. Хочу начать его с вот такой красивой раскладки. Я делаю фотографии для осеннего фотомарафона с Лёля Ли. Ссылочку я обязательно на Илону оставлю. Я хотела вам показать какую я эту фото зону себе сделала. Так как у меня подоконник очень узкий, я положила сюда створку, которая у меня стоит на столе для декорации. Вот. И на нее уже разложила. Здесь у меня шитье, которое на ней как бы и висело и всегда. Вот. Здесь у меня календарик. Это я покупала календарь. В общем, странички уже готовы. Ссылочку тоже оставлю. Здесь такие вот прекрасные иллюстрации. Мне очень нравится. Они очень уютные. В общем, здесь в коллекции есть планеры на неделю. Я попозже вам покажу. А вот это календарь. То есть здесь просто вот такие развороты на месяц. Я сделала склеечку. Еще сделала другие варианты. Обязательно скоро вам покажу. Такие здесь вообще суперские иллюстрации. Вообще шикарные. Мне очень нравится. Уютный такой, прям красивый. Вот. И я тут фотозону сделала. Наконец-то я купила тыкву, которая не сильно большого размера и очень красивая. Вот. Так что у меня такой никуда не было тыквы красивой. Поэтому я очень-очень рада. Вот. Фотографирую тут. Сейчас у нас тема идет. Нужна свеча. И следующая тема будет листья. Я вот такую гирлянду сделала. Где-то в инстаграме увидела. И мне тоже захотелось сделать. В общем, такие у меня сухоцветы вот эти еще с лета. А вот эти как раз с осенней фотосессии. Вот. Тут у меня еще стоит такая железная тарелка с фотореквизитом. Здесь всякие штучки для фотографий. И, кстати, недавно я заходила в фикс прайс и нашла там вот такой скотч широкий. У меня никогда не было широкого скотча. Я всегда его хотела. Но как-то все... У меня не получалось заказать его с Алиэкспресса. Вот. Там есть такая коллекция с городами. Ну, единственное, что мне не нравится, здесь золотое фольгирование. Ну, я все равно купила их. Думаю, лучше так, чем вообще никак. В общем, тут такие красивые картинки. И там еще где-то должен быть... В общем, там было три в комплекте. Получается, вот пошире, но средний и прям, ну, такой обычный. Видимо, я его уже куда-то прибрала, потому что здесь его нет. Вот. Эти деревяшечки я тоже недавно покупала в художественном магазине. Вот. Здесь еще такая. И вот такие вот еще длинненькие. Вот. Такие красивые для фотографий. Они очень вообще шикарно смотрятся. Вот. И здесь у меня еще стоит вот такая деревянная штучка, которую я купила в прошлом году. Я не помню. Наверное, я вам показывала во влогах в каких-то... Тоже в фикс-прайсе. Вот эти тыквы тоже из фикс-прайса, которые я хотела перекрасить, потому что так они мне не очень нравятся. Они такие уж сильно какими-то... Ну, некрасивыми выглядят. Вот. Это свечки, которые я еще делала, по-моему, в начале года. Вот. Они такие яркие. Ну, в общем, мне не нравятся эти тыквы. Я думаю, пора как раз на стол их переделать. Вот. Я хотела вообще в прошлом году снять видео, как я их буду перекрашивать. Вот. Ну, наверное, надеюсь, сейчас в ближайшее время, на этой неделе или на следующей сниму. И вот такая вот тоже деревянная штучка. Она, в принципе, мне и так нравится. Я бы ее даже не стала переделывать. Ну, возможно, ее тоже там как-нибудь подкрашу, чтобы она тоже была... Ну, красиво, в общем, выглядела. Вот. Здесь у меня творческий небольшой беспорядок. Я обрезала как раз вот эти планеры и календари. Там есть формат А4 и А5. Вот. Тоже вам сейчас покажу. И у меня заказали сейчас обложку на паспорт замшевую. Вот такого вот цвета горчичного. Не передается, конечно. Цвет почему-то на камере. Я вообще не могу понять, почему. Тут у меня замша, которую я не так давно тоже покупала в магазине 25-й час. Это магазин в моем городе. Я про него уже не раз вам рассказывала. Там сейчас магазин закрывается. Очень много все со скидками продается. Так что, если есть желание, обязательно заходите. И хотела еще вам похвастаться своим красивым осенним маникюром. Так вот покажу. На красивой фото зоне. В общем, я, как всегда, пришла к своему мастеру ногтевого сервиса. И она сказала, что она купила новые цвета. И, в общем, я поняла, что именно вот этих цветов мне не хватало в палитре цвета лака для ногтей. Вот. В общем, я не смогла выбрать и сделала все три цвета. Вот. И еще там есть такой зеленый красивый цвет. Так что когда-нибудь у меня еще будет зеленый цвет ногтей. Ну, это уже такой пройденный этап, потому что зеленые ногти у меня уже были. Вот. Чтобы вам еще интересненького показать. Пока у меня здесь относительно порядок. Не так давно я перебралась. Наконец-то разобрала все свои завалы проектов. Потому что один проект заканчивается, следующий начинается. Как-то это все разбирать, в общем, неохота было. Ну, и я тут все-таки навела порядок. И вам, надеюсь, в ближайшее время прям обещаю. Потому что если я сейчас не пообещаю, то, наверное, уже никогда не сниму видео со своей мастерской новой. Потому что, ну, как не новая, она как бы старая. Но перестановка здесь с прошлого видео очень сильно изменилась. Вот. Так что вот этот, как модборд, не знаю, как его назвать. Вот эта вот рамка, она у меня пока в таком, ну, в старом состоянии. Я и тут ничего не меняла, и я и особо сейчас уже не пользуюсь. Потому что рабочий стол у меня сейчас немного в другом месте. Вот. Вот, кстати, из этой же коллекции вот такие блоки для записи. Я тут сделала склеечку. Распечатала, все обрезала. Кое-как я запихнула в свой резак вот такую стопочку бумаги. Здесь у меня получается плотная сзади бумажка, 480 грамм черная. Вот. И здесь 30 листов, 160 грамм. Такая плотная бумага хорошая. И она вот, видите, не белая, такого цвета айвори. Ну и, конечно, на иллюстрации вообще суперские. Сейчас я тоже вчера вот все это отфотографировала. Сейчас буду в инстаграме выставлять все это на продажу. И, надеюсь, все это обретется своих счастливых хозяек. Вот. Ну, на сегодня, наверное, все. Потому что больше я сейчас ничего в мастерской не буду делать, кроме вот своего фото... Фото места своего разберу. И завтра меня целый день тоже не будет дома. Так что, надеюсь, в ближайшие... На следующей неделе я доберусь до своей мастерской и сниму хороший влог. Уютный, как вы любите. Длинный. Для скраб работы. Чтобы включить, послушать. И еще там посмотреть что-нибудь. В общем, всем большое спасибо, что остаетесь со мной. И не отписывайтесь от моего канала. И всем огромный привет, кто заново... Ну, кто новые подписчики, новые друзья появились на моем канале. Как и обещала, я хочу вам показать те блокнотики, которые я делала. То есть календари и там планер недельный. Вот. Начнем с этих маленьких. Это маленькие блоки для записи. Я их купила у девушки, на которую я оставлю ссылочку в описании. В общем, она рисует сама картинки и делает из них разные странички. Там для блокнотов, для альбомов, календарей и так далее. Вот. В общем, вот такие получились у меня склеечки. Здесь бумага 150 граммовая. То есть такая прям хорошая, плотная. Цвета она вот такой вот айвори. То есть она бежевая такая. Мне она очень понравилась, в принципе. Вот. Сделала я три варианта склеек. Ну, сколько было картинок. Такие вот, получается, с луной есть. Есть вот такие с бабочкой. Я их обрезала. Обрезала я их на своем резаке. Кое-как я вот эти... Этот лист запихнула. Но и он все равно чуть-чуть где-то, видите, как-то неровно их обрезает. Потому что, ну, толщина большая. То есть я кое-как их запихнула туда. И ему не очень комфортно обрезать такое количество листов. Вот. Здесь у меня получается 30 листов таких с рисунками. И один лист плотного картона. Это 480 грамм черная бумага. То есть это не совсем толстый картон, но такой прям плотный. Вот. И вот такой вот мне нравится тоже с лимончиками. На такую кулинарную тему можно записывать, допустим, на списке продуктов, которые надо купить. Вот. В общем, такие вот получились у меня. Расклеечки. Мне кажется, очень даже прикольные. Вот. Дальше. У меня еще и работы мои лежат. По-моему, я вам показывала их. Но если нет, то покажу обязательно. Потом у нас идет календарь. Календарь вот такой вот выглядит он в формате А5. И есть в формате А4. Он у меня висит на моем рабочем месте. Вот. Вот так выглядит А4. Я, в общем, нашла у себя вот такой моток ниток. Я их покупала вообще для другого. Но он мне для другого не подошел. Я думаю, почему бы и сюда не использовать. В общем, сделала тут такую вот висюльку, чтобы можно куда-то подвесить. Вот. Календарь есть формата А4. Здесь такие вот классные рисунки. Рисунки вообще мне очень нравятся. Они такие уютные. Прям такие классные. В таком скандинавском стиле. Очень вообще прикольные. И вот такая вот обложка. У календаря формата А5. Вот. Здесь тоже у меня в конце идет эта же бумажка. 480 граммовая. Ну и здесь, соответственно, так же. Вот. А4 получается тоже эта склейка. И здесь внутри такие красивые листочки. То есть просто тут календарная сетка, на которой можно там какие-то важные дела записать или дни рождения и повесить у себя, ну, чтобы красиво было, ну, такая, месячный календарь. Такие красивые, конечно, иллюстрации. Вообще суперские. Я обычно не люблю покупать странички, но здесь я не смогла устоять от этих картинок. Поэтому я купила их все. Вот. Ну и так далее, в общем, до конца года. Сейчас вам еще маленький покажу. Вот. Здесь тоже, здесь уже с подписями. Тоже такие же красивые картинки. Ну, и здесь все то же самое. Только картинка здесь получается не сбоку, а сверху здесь можно что-то подписать. Ну, и, конечно, опять формат он меньше. Такие интересные картинки. Бумага, конечно, плотная и такая очень приятная, ну, по ощущениям. Все, декабрь, и у нас там все, наш черный листик. Вот такие вот они получились. И еще я также распечатала календарь. Получается, и сделала его на пружине. Черной пружины у меня не было, у меня была только белая, поэтому я сделала в белой. Вот. Ну, и здесь все то же самое. Здесь вот у нас идут такие же картинки, просто здесь собрано все на пружинку. На пружинке, мне кажется, даже удобнее пользоваться им что-то. И раз, туда загнул, и она тебе не мешается. Можно поставить там, допустим, на стол куда-то, наверное, буду стоять. Или там подвесить так же. Вот. И потом, что еще я напечатала, это вот такие планеры на неделю, можно так сказать. Здесь тоже у девушки в магазине продаются тоже как электронные страницы, так и уже готовые напечатанные изделия. То есть я примерно так же и сделала, как она делает. То есть у нее есть склейки. На пружине, по-моему, у нее только календарь было. Да, по-моему, такого не было. Вот. Я сделала его на пружине, потому что здесь, если рассчитывать на год, это получается 60 листов. То есть 60 листов это очень много. Это плотность 160 грамм. Ну и плюс еще один листочек. То есть я бы в свой резак бы сюда не смогла вставить вот такой склеенный блок. Да и склеивать его будет неудобно, потому что он будет такой достаточно большой. Это будет проблематичным. Ну, может быть, где-то крио. Вот. Поэтому я сделала два варианта. То есть у меня есть вот такой на 60 листочков на год получается на пружинке. И вот такой на полгода, на 30 листочков, на год, а это на полгода. Вот. Здесь я сделала склейку. То есть 30 листов, в принципе, можно запихнуть в мой резак, но все равно. Я думаю, видно будет, что он обрезает. То есть он начинает обрезать и туда уходит. То есть он как бы не прямо срезает, а начинает вот так вот срезать. То есть я с одной стороны так срезала, с другой стороны получилась у меня такая горка. В общем, мне это не нравится, поэтому, ну, и вот здесь тоже, видите, это некрасиво выглядит. Как-то вот так неаккуратно. Вот. И я решила, что, конечно, намного симпатичнее будет выглядеть такой вот вариант на пружинке. Вот. Ну, и можно сделать так же, да, вот на 30 дней там или на 60. Вот. Ну, удобно переворачивать, да. Вот так перевернули, поставили так же к себе там на стол. И, ну, там видно, что где у нас записано. Также, я думаю, можно, в принципе, такой же распечатать и на А4. Потому что на А3, как бы, ну, места так не очень-то много. Но если какие-то, либо у вас почерк мелкий, да, и вы можете сюда записать. Либо какие-то дела и просто название, да, там, школа, допустим, работа, там, не знаю, магазин. Ну, то есть, сильно много тут не запишешь. Просто, чтобы, ну, что знать, какие дела там сделать. Вот. Так что надо попробовать, кстати, распечатать на формате А4. Может быть, это будет тоже людям актуально. Вот. Про работы, которые я еще делала. У меня было тут несколько, ну, точнее, у меня было достаточно много всяких разных работ. Но я думаю, что, ну, сейчас я их уже не смогу показать. Единственное, что я хотела бы рассказать про вот такой вот планер я делала на пружинке формата А4. Вот такой, знаете, длинненький. У меня написал мужчина, попросил, он своей жене заказал. То есть, вот такой длинненький планер. Я его обтянула. Сама создала странички. Так что можете зайти в Инстаграме. У меня там в ленте есть фиолетовый цвет. Он такой красивый. Я думаю, сразу заметите и не пропустите. Вот. Я сама сделала странички. Делала их в иллюстраторе. Я потихоньку изучаю иллюстратор. Поэтому для меня это очень интересно. И тоже хочу такие вот красивые создавать разные странички, уютные. Так как я еще и художник когда-то училась. Вот. Я надеюсь, что для меня это будет просто. Но, конечно, для меня намного проще нарисовать на бумаге, чем в программе. Поэтому я потихоньку учусь, разбираюсь. Даже там, ну, можно на крайний случай сделать, нарисовать от руки. Потом отсканировать все это в фотошопе, вырезать. И уже использовать как готовые там картинки между собой их там как-то соединять. Вот. В общем, сделала я этот планер. Он такой фиолетовый. Фиолетовый замши я обтянула, получается. Прошила его. И когда я начала биндером делать отверстие. Так как там замша, которую... Ну, вот я ее прям по краю. Мне, наверное, фотографии прикреплю, чтобы вам было видно. Ну, а если хотите побольше фотографий посмотреть, конечно же, заходите на мой инстаграм. Вот. В общем, по краю я приклеила замшу прям без умягчителя, да? Ну, без синтепона, без этого. Прям приклеила. Я думала, что она прям хорошо пробиндерится и будет все хорошо. Но, к сожалению, во-первых, у меня строчка попала в эти отверстия для биндера. И она кое-где торчала. Мне пришлось подрезать. И все равно ткань, она, ну, махрится, да? Там вот эти вот ниточки. Они там кое-где торчат. В общем, мне пришлось подрезать. Это выглядит не очень красиво. Если вставлять туда люверсы, то их уйдет очень много. Потому что это формат А4. Это, ну, сильно длинная поверхность получается. И много отверстий. Ну, в общем, я поняла, что больше такие замшевые обложки я не буду делать именно для биндера. Либо делать склейку, да? В эту, ну, допустим, делать обложку с обычным корешком, да? Таким, ну, просто, да? То есть у нас будет обложка, которая соединяется. И внутрь приклеить, допустим, склейку. Не делать на биндере, а просто склейку туда вклеить. И будет у вас, допустим, открыли, да, нашу обложку замшевую. А тут у нас склеечка. Написали, лифток оторвали, выкинули. Все красиво. Вот. Так что, вот что я хотела рассказать. Не помню, я показывала или нет. Скорее всего, нет. Про свои работы для школы штампинга. Вот это я, по-моему, показывала. Я вам рассказывала то, что я хотела сделать. Ну, думала, что она получится более яркая. Получилась не такая, но, как бы, бывает. Вот. И пока из школы штампинга я ушла, потому что я не успеваю и делаю все задания в последний день, когда их надо сдавать уже. Поэтому меня это как-то напрягает. И, ну, я решила, что я как-нибудь потом поучусь, потому что сейчас пока, ну, не совсем это удобно, потому что ребенок ходит в школу. Сейчас нас перевели на дистанционные. Теперь мы будем опять сидеть дома, никуда не выходя. И раньше был садик, куда я отправляла свою дочку, да, и у меня был целый день свободен. Я там смогла спокойно творить. Сейчас такого нету. Во-первых, и домашние дела, и с ребенком надо заниматься. Она всегда хочет то поиграть, то поесть, то все остальное. Но я думаю, все меня понимают, поэтому мне не совсем удобно. Вот. И я хотела показать вам. Из последних работ там надо было сделать, что... В общем, ну, какое-то было задание. Вот. Я тут делала отштамповку чернилами зелеными и делала глазурью для горячего имбоссинга. Вот такой зеленый, но на крафте она такая. Ну, не сильно видно, что это зеленый. Вот. Там были работы по скетчу. Я вот такие вот сделала открыточки. Вот. Потом вот эти вы видели. Это вообще старые. Ну, вот это вот моя самая любимая. Конечно, я, по-моему, я ее тоже уже показывала. Тут, в общем, у меня картонка, тканюшка, алкогольные чернила, отштамповка вырезанная, штампики на ткани. Ну, в общем, тут состаренное кружево, которое я дистрессила. Вот эта вот открыточка мне очень нравится. Я ее ставлю на свое рабочее место как для вдохновения. Вот. Вчера я отсняла видео по тому, как я красила вот эти тыковки. Вот. Так что сначала я, наверное, влог выпущу, а потом после влога уже добавлю вот это видео. Вот такие вот тыковки у меня классные получились. Мне они очень нравятся. Так что будут радовать меня и вас на моем рабочем столе. Вот. Ну, это пока все. Надеюсь, я еще что-то интересное у себя найду и вам обязательно покажу. У меня заказали обложку на паспорт. Я хочу сделать замшевую. Ну, то есть это не просто из крафт-текстиля, как обычный, да, вот такие вот, что просто, ну, вырезали, сшили и все. А именно такой, которая классическая, обтянутая. И, в общем, я решила сделать внутри. Вырезала я основу для замши, для обложки. Здесь приклею уплотнитель, который я новый купила. Сейчас вам покажу его. И обтяну ее замшей, прошью. И вот эти я тут внутренние части тоже вырезала. Чуть-чуть поменьше их сделала. Хочу их обтянуть бумагой. Здесь внутри будет тоже замши кусочек, наверное, приклею. И, в общем, вот эти хочу бумагой обтянуть и здесь замшевые кармашки сделать. Вот так планирую. И, в общем, я решила не просто, да, вот эти штуки делать из бумаги и просто их приклеить на замшу, потому что это будет, ну, видно вот этот переход. Вот замши, где картон. В общем, ну, будет не очень красиво. Вот. И, в общем, я решила обтянуть ее бумагой. Чтобы нормально обтянуть, я уже убрала. В общем, я поняла, что чтобы нормально обтянуть, чтобы, да, там край не ломался, было красиво, надо пробеговать. И потом уже обтянуть. Вот. Так что я сейчас буду беговать. Вот. И хотела с вами поговорить о том, что сейчас, да, вот у меня сделали заказ. И мне говорят, что я хочу так, чтобы было, да, чтобы я сделала руками, но чтобы это было не выглядело как хендмейт. То есть сделайте мне заводскую, да, там, работу, но чтобы было это ручной работой. Затем тогда я вот не понимаю заказывать у того человека, который своими руками это делает, чтобы это было похоже на заводское. Мне кажется, проще и пойти в магазин и найти где-то там заводское, раз вам так больше нравится. Смысл тогда заказывать ручную работу, если вы хотите, чтобы это все не казалось ручной работой. Меня как-то, знаете, так смутило немного. Поэтому я, конечно, постараюсь сделать, чтобы это было более похоже на заводское. Тут я уже никуда не денусь от этого, но знаете как, вилки остались, а осадок, вилки нашлись, а осадок остался. Вот, так что сейчас здесь помечу и пробегу рядышком, потому что тут у меня не входит. Вот, хотела спросить у вас, вам так делали такие заказы, чтобы вроде как ручной работой, но чтобы было похоже на заводское. На самом деле многие скраб работы, которые сейчас делают, да, те же альбомы с печатными страницами, они тоже на самом деле выглядят как изделия, купленные в магазине, просто мы их сами вручную делаем. Поэтому мне больше, конечно, нравятся те, знаете, вот такие работы, которые творческие, типа джанк-буков, ну, такие вот. Мне, конечно, они сейчас больше нравятся. Так, ну, а так я все равно не понятна будет. Ладно. Так, примерно обрежу, все равно это загнется и не будет видео. Вот, я думала обтянуть вот эти внутренние штучки тканью, но за качество не понравилась эта ткань, которая у меня есть, потому что у меня там есть квадратики, ну, в смысле клетка и линейка, и полоски. Все, у меня пока нет никакой, ну, другой ткани, поэтому не понравилось ей ни то, ни то. И она решила бумагу. Вот так, что будем бумагой обтягивать. Я, на самом деле, ну, именно вот такие обложки как-то делала, но не совсем так. Тут у меня получится прям, ну, прям, что я и внутренние части обтяну, и обложку обтяну, прошью. Тут эти кармашки тоже надо обтянуть, прошить. Так, так что это такая прям будет совсем такая, ну, как сказать, глобальная обложка на паспорт, можно так сказать. Не такие легкие варианты, как в, ну, когда мы просто делаем, да, вырезали, да, там, из крафтекстили или из кожи сама обложку, просто ее сшили и все. Это, то есть, такая более, можно сказать, даже более классический вариант. Раньше-то все так делали, никто так не вырезал, что просто вырезали там три кусочка, два кармашка и основы, и все это сшили. Раньше так не делали, раньше делали нормально обтянутые все части. Вот, так, это все самое для беговки. И та часть, где у меня будет, сейчас мы посмотрим, где у нас тут проходит. Та часть, которая у меня будет по краям, где будут сами кармашки, то есть это просто форзац, ну, мы, я думаю, что так можно назвать. Это просто форзац, а здесь у нас будет еще кармашек, надо, кстати, его сейчас вырезать, не забыть. То есть вот та часть, где у меня будет кармашек, я здесь не буду обтягивать бумагой, потому что здесь обтянется замши и, соответственно, не будет видно, и это будет лишний слой бумаги. Вот, то есть я загну с этой стороны и с этой, а здесь просто обрежу лишнее и все, чтобы лишней толщины не создавалось и, ну, и меньше заморочек с вот этими округлыми краями, потому что они, как бы, нам здесь не нужны. Примерно замеряем, где у нас тут будет. Можно, кстати, даже и не до конца ее прям бумагой обклеивать, потому что ее там не будет видно. Так, ну все, теперь самое главное нормально обрезать углы, потому что с углами у меня всегда какая-то проблема. Сейчас я пробегую, ну, в смысле, проглажу. Все, теперь самое главное нормально обрезать уголки, где-то там мои ножницы. Вот так вот сейчас обрежу, чтобы у нас нормальный уголок получился. В принципе, мы можем, если что, подрезать. Лучше побольше оставить, чем потом у вас будет дырка. Что рассказать про свои работы? Работы у меня уже достаточно много было, пока я тут на таком в отпуске, можно так сказать, была. Вот, и что я делала? Блокнотики я делала, органайзеров несколько штук делала. Из такого, что я раньше не делала, я сделала визитницу. Ну, то есть я купила, в общем, девушка заказала у меня визитницу. Так, давайте мы сначала с вами вырежем вот эти штучки, которые у нас будут в кармашке для карманов. Так, только нам нужно по высоте, потому что по высоте вот эти я сделала чуть побольше. Ну, в принципе, карманы, если мы здесь поделим, то эту часть пополам можно, в принципе, ее и поделить. Будут небольшие просто кармашки. Вот, я купила, ну, в общем, она у меня заказала органайзер, ой, ну да, органайзер для визиток, но стандартные я делала такие вот маленькие, да, в которых, ну, вот в одну визитку, в общем, небольшие. Она попросила какую-то побольше. То есть я нашла, ну, и надо было, как обычно, всем срочно. Вот, и, соответственно, в Кемерово я не нашла у нас нигде заготовок, да, вот этих основ, потому что у нас как-то с этим очень проблематично. Ну, вот, и я, в общем, что сделала. Зашла в магазин канцелярии, где продаются такие вот визитницы, ну, знаете, самые простые. Стоила она что-то около 160, что ли, рублей. Ну, то есть там просто идет такая, знаете, как папки продаются, просто такая обложка обтянутая, вот этим ПВХ каким-то материалом, и внутри вклеена... Я фотографию вставлю. Вклеена, в общем, основа вот эта под визитки, то есть там с двух сторон по три визитки, ну, и там несколько листов, соответственно. Вот. Я купила ее, получается, выдернула из нее вот эту внутренность, но она плохо выдернулась, там она обрезала, ну, короче, я ее как-то обрезала, и так, что я задела, ну, то есть ее не получилось бы вытащить без повреждений. В общем, я ее разделила на две части, у меня получились отдельные листочки. Вот. Я оставлю фотографию, чтобы вы поняли, про что я говорю. В общем, я сделала из крафт-текстиля. Органайзер. Так, тут у нас 10 получается, то есть на 5. Сделала я этот органайзер, сшила из крафт-текстиля с кармашками, с большими, с маленькими, и посередине, получается, сшила такую планочку, под которую я спрятала вот эти листочки с кармашками для визиток. Ну, в принципе, как бы мне понравилось. Получилось классно, но я бы, конечно, хотела, чтобы у меня были все-таки нормальные заготовки под визитницы, под большие. Я сейчас хочу примерить, насколько это будет нормально. В принципе, я думаю, что так он ставится, там будет прошито. Никуда уж не денется, потому что в этих у меня побольше. Это на сантиметрах меньше, так что ничего страшного. Так что я хотела бы заказать такие-какие-то заготовки под визитницы. Ну, кстати, визитницы, я не знаю, на мой взгляд, мне кажется, это уже такой какой-то прошлый век, и уже ими особо никто не пользуется. Все сейчас, знаете, телефоны записали в телефон, и все, и никто там визитки особо... Конечно, все раздают визитки, но никто потом, мне кажется, ими особо не пользуется. Вот, напишите, вы пользуетесь визитками? Я, конечно, в заказы, мне кажется, все девочки кладут свои визитки, чтобы было, да? Но пользуется ли ими потом кто-то в реальной жизни, я не знаю. Так, нам нужно сюда вот это приклеить. Здесь, наверное, я все-таки еще подрежу. Прямо чуть-чуть подрежем по длине. Вот, ну, и мне так кажется, что так как ими особо никто уже не пользуется, это не совсем актуально делать. Я имею в виду создавать визитницы, ручной работы. Это тут, как бы, сотрудники банка своему там, шефу сделали. А так, мне кажется, это не совсем уже актуально. Вот, и сейчас мы примерим еще наши кармашки. И где у нас будут кармашки, мы обрежем бумагу. Вот, а так на самом деле очень даже получилось хорошо. Еще также у меня подруга заказала обложку органайзер для детских документов. И я купила органайзер, который, ну, вот этот пластиковый вкладыш. И купила я его на Вайлдберрисе. Ссылочку я, наверное, оставлю. Я сейчас уже видео снимать про покупки не буду, хотя я тут посмотрела, что у меня там на компьютере из того, что я скидывала. У меня там есть видео про покупки, про покупку, можно так сказать. То есть там из одного магазина я покупала там просто, ну, закрывается магазин в нашем городе. И я там закупилась, можно так сказать. Вот, и я снимала видео, и как-то у меня потом, видимо, настроения не было. Я его так и не смонтировала. То есть оно у меня лежит, снятое, но нет. Смонтированное надо исправиться, все это смонтировать и выложить на канал, чтобы вам было что посмотреть, потому что я знаю, что вы любите видео про покупки. И мне уж девчонки пишут, что соскучились по моим влогам. На самом деле я тоже соскучилась по своим влогам, но как-то мне было летом прям вообще неохота что-то снимать, что-то делать. Ну, или это, сами понимаете, или это такое... Сами понимаете, время, когда всякие дачи, гости, огород там, речки, озера там и так далее. Ну, и как-то вообще нет времени, чтобы что-то, что-то это делать. Вот. Так, ну, вот такая штука у меня получилась. Я надеюсь, я все правильно делаю. То есть мы вот эту штукенцию сейчас так обтянем. Здесь уголки я потом подрежу еще получше, когда уже буду приклеивать. Сейчас здесь тоже обрежу. И получается это у нас будет вот такая штука. А здесь у нас будет уже замшевый кармашек. В принципе, я думаю, будет очень даже классно смотреться. Но это в любом случае, да, когда вот такой обтянутый край, будет намного лучше смотреться, если бы я... Ну, нежели если бы я просто взяла вот эту бумажку, приклеила бы, а к ней, ну, приклеила вот этот карман обтянутый. То есть это было бы, ну, совсем не очень, мне кажется. Так, ну все, давайте будем приклеивать. И, кстати, про покупки вот в этом магазине. Называется он 25-й час. Я вам про него уже не раз говорила. Я там часто покупала всего. Он, кстати, еще пока работает там. Ну, как работает? Ну, на остатках, то есть там. В общем, он там работает на остатках. И я там себе закупила еще клей. Потому что клей-переплет от фабрики. Самый для меня нормальный клей, как выяснилось. Так, я обрежу уголки. Так, нам нужно вот эту приклеить и вот эту. Сейчас я разложу, чтобы у нас было все четко. Так, я, наверное, новый все-таки открою, чтобы он у меня был не такой густой. Сейчас, конечно, нас перевели. А в этом году, можете меня поздравить, мы пошли в первый класс. Ну вот, садик закончился. И теперь, я думаю, у кого ребятишки, да, постарше, все понимают, что дети целыми днями дома. Но у нас первый класс начался вроде бы нормально. Какое-то время побыл нормально. И потом все-таки нас перевели сейчас на дистанцию. Во-первых, были первые дни по чуть-чуть уроков, потому что дети привыкали. Им там по несколько уроков давали. Это все занимало немного времени. И все это я ездила, возила дочку, потому что мы живем не там, где наша школа, а подальше. Здесь ближе у нас нету подходящих школ. Вот, и сейчас нас совсем перевели на дистанционные. И теперь мы целыми днями вообще дома сидим. У нас полдня вот эти уроки ужасные, которые дистанционные. Я поняла, что это вообще какой-то кошмарный кошмар. Все вот эти, знаете, подключения к этим онлайн-урокам. Что-то там работает, что-то не работает. Дети там шумят, кто-то шумит, кто-то не слышит. В общем, все это ужасно вообще все тут выглядит. Учителям что-то говорит, а не кто-то слушает, кто-то не слушает. Очень проще, мне кажется, на таком дистанционном, чтобы нам давали какие-то задания, мы их выполняли и отправляли учителю. Мне кажется, это было бы намного всем удобней. Вот, поэтому для меня это дистанционное вообще какой-то кошмар и ужас. Я на самом деле, для меня, вот, я дочки распечатываю листочки с буквами и цифрами, она у меня их пишет. И мне кажется, для первого класса этого очень даже нормально, потому что у них какие-то занятия странные в школе. То есть они там пишут в первом классе за корючки, на математике там разбирают слова вроде как. В общем, я не знаю, я как-то не в восторге, в общем, от этого всего. Впрочем, мне кажется, если бы нам дали задание, я бы с ней уже выбрала время, в которое она готова заниматься. Потому что онлайн-уроки в любом случае нам ставят в то время, когда они должны были быть в школе, а дети, знаете, дома тем более не хотят заниматься. У них есть куча других дел, которые им интереснее делать. И эти перемены, которые якобы нужно делать, они совсем детей расслабляют. Но в любом случае дома не так приятно заниматься уроками, чем когда ты в школе. Здесь отвлекающих элементов намного больше. Так что мы пока приспосабливаемся к этому дистанционному обучению. И у нас еще, тем более, через неделю, я думаю, как у всех, да, на следующей неделе, в общем, начинаются каникулы, и мы будем просто дома сидеть. Это я к чему? К тому, что приходится мне как-то успевать находить время, чтобы побыть наедине в своей мастерской, потому что я люблю работать, когда я одна. И видео можно спокойно записать, не обрезая никаких звуков лишних, которые твои дети и производят. Ну и, конечно же, ты более сосредоточена на работе. Это такой все равно творческий процесс, когда ты хочешь побыть сама с собой, и чтобы спокойненько поработать. Все, я теперь кладу под коврик, чтобы он там приклеился. Так, ну, я, наверное, болтать на этом закончу. Я сейчас быстренько все это обтяну, потому что мне надо это в ближайшие два часа сейчас сделать, и сегодня вечером отдать. Так что я сейчас быстренько все это сделаю, и потом буду периодически вам показывать, что же все-таки у меня тут получается. Еще я вам хотела показать то, что я купила для, ну, вместо синтепона, в общем, для умягчения, можно так сказать, для мягкости обложек. Вот. Вот такой материал. Я взяла тоненький, там есть разные толщины, продается в тканевых магазинах, его можно использовать. В общем, он такой прям плотный, то есть это не синтепон такой, который мягкий, рыхлый такой, а это прям вот такой уплотнительный какой-то, как-то он там называется по-правильному, я даже не помню. Вот. Он такой достаточно недешевый, но я поняла, что, в принципе, там у нас в работах его мы не так, да, много используем. Так что можно и купить, ну, потому что я искала вообще плед, думала, зайду в фикс прайсе, куплю пледик, вот как все показывают, которые покупают плед, девчонки, и потом его, ну, кто там в Икеа покупает, да, кто в фикс прайсе, и потом его используют как вместо синтепона, вместо флиса там. Вот. Я несколько фикс прайсов зашла, не нашла я ни там, ни там себе пледики. И потом я зашла в тканевый магазин, нужна была лапка для определенных целей, мне сказали, что она не подойдет для этих целей, так что я так заехала. Вообще заехала за лапкой, а в итоге на полторы тысячи набрала тканей и ниток. Ну, это вот такая вот, у меня есть особенность. Мне кажется, у всех девочек есть такая особенность. зайти за одним и еще там целую кучу всего накупить. Потому что тканюшки все красивые, ниточки со скидочкой там и так далее. И, в общем, все это выливается в большие покупки. Вот, в общем, я обтянула свою картонку этой штукой. Сейчас подрежу и буду обтягивать замши нашу. Такая желтенькая, я ее погладила. Такой кусочек. Вот, в общем, теперь я буду такой вот использовать материал. Он, как бы, такой не сильно толстый, да, но мягкость создаст и будет очень даже классно. А, и, кстати, почему я его именно купила? Потому что я, когда фиолетовый органайзер делала, то есть я сделала как отстав, называется, да, или, ну, не знаю, как правильно будет именно это назвать. То есть у меня картонка была до конца, ну, да, край картонки был, а синтепон закрачивался, ну, не синтепон, а вот этот материал заканчивался не до конца. Потому что здесь, когда я биндером дырочки проделывала, если бы, в общем, там был синтепон, то было бы вообще капец. Вот, поэтому я его здесь приклеила, ну, где-то сантиметра полтора, а потом у меня уже начинался, ну, вот этот мягкий материал. Но так как синтепон, если бы я приклеила, у него бы не было четкого края, ну, это выглядело бы некрасиво. Вот, поэтому я искала что-то такое плотное, и вот этот материал мне очень понравился, мне девушка предложила в магазине. Я его приобрела. Его, кстати, используют можно для гладильных досок. То есть, знаете, синтепон, допустим, если вы прогладите, он там сплавится и не будет ну, не будет такой мягкий. Вот, а этот материал, он не плавится, поэтому тоже очень, мне кажется, интересно его использовать в этих наших работах. Но я думаю, что вот я видела в магазине, по-моему, Art to Art, там продается, как там называется, тоже такой же материал, есть более плотный, есть там потоньше, Аура или как-то так, я не помню уж честно, но я помню, что я видела, что у них подобное что-то продавалось. Ну, я думаю, во всех тканевых магазинах такая штука продается. Вот, так что я буду потихоньку дальше доделывать и вам показывать, что получится. Вот такая у меня получается такая бошка на паспорт. Единственное, что мне не нравится, видите, из-за того, что этот материал такой неровный, его видно, получается, что он такой неровный на сгибах. Так что, как-то не очень мне нравится, если честно. И знаете, что мне еще не понравилось, я сделала хлястик из крафт-текстиля. Получается, его вдвойне сложила, прошила, магнитик вставила и у меня магнитик, короче, не держится. Ну, он из-за того, что, видимо, крафт-текстиль такой плотный. В общем, он не закрывается. Обложка моя чуть-чуть держится, ее отпускаешь палец, она отпускается. Вот. Сзади я, получается, пришила. Потому что, хотела сначала вовнутрь пришить, но поняла, что это будет очень толсто и будет некрасиво. Вот. Так что я сзади его пришила. Все-таки я прошила обложку, думала, что, наверное, не буду. Вот. Либо просто у меня магнит я маленький выбрала, хотя я когда примеряла, вроде все работало. Так вот, когда один прокладываю, ну, работает хорошо. Вот. У меня тут остался кусочек, от которого я посередине проклею. Здесь надо сделать краешки. и получается, вот это у нас внутренняя часть. Я приклеила кармашки. Не стала я здесь ничего прошивать. И вот так будет это с паспортом выглядеть. Вот. Просто я их вовнутрь приклею, и все. Вот. Ну, конечно, с хлястиком получилось не очень. Так что я не знаю, как-то буду я это решать. Но уже не сегодня. Сейчас нам уже надо на тренировки ехать. Так что сегодня-сегодня я все. Получится это как-то вот так вот. Только все это склеится, конечно. Фокус. Вот. Ну и, конечно, я не знаю, что-то надо придумывать. Либо я сейчас вырежу. Вот. А так будет, мне кажется, будет классно смотреться. Такой прям основательный получается. Вот. Я, скорее всего, здесь вырежу сейчас, где у меня там этот магнитик, и вставлю, скорее всего, вот этот побольше, который, надеюсь, будет держаться. Хотя, в принципе, здесь вот я, получается, магнитик приклеила, убрала вот этот мягкий вот этот утеплитель и приклеила просто магнитик. То есть у меня, получается, магнит просто под тканью. То есть он, вот он, прям здесь. Даже не под картонкой, не сзади картонки, нигде, а именно здесь. Не знаю, почему он не держится. Вот. Так что будем что-нибудь придумывать. И, конечно, мне здесь не нравится, что он такой. Видно, что он неровный внутри. Ну и что-то я прошла как-то, если честно, не везде красиво. Вот. Надеюсь, когда соберется, будет получше смотреться. Ну, так что на сегодня пока все и передает. Ну, кстати, вообще ужасный цвет. То есть здесь он какой-то бледно-поганый какой-то. На самом деле, он такой хороший горчичного цвета. Так что на сегодня пока все. Я продолжаю записывать свой влог. Наконец-то это я делаю регулярно. И хотела вам показать один из заказов. Это органайзер. Органайзер стандартный, как обычно. Все тут то же самое, как всегда. Кармашки, закрывашка. Вот. И это, знаете, это последние кусочки крафт-текстиля, которые у меня остались. Вот. Так что скоро у меня он закончится. И я, наверное, перейду на что-то другое. На ткань или кожзам. Вот. По кожзаму есть у меня там один проект совместный с девушкой-астрологом. Но я думаю об этом попозже, когда я уже начну что-то делать. Уже я начну вам показывать и уже будет это в тему рассказывать. Вот. А еще хотела показать вот такое. Это у нас органайзер, как папка для детских документов. Ну, или не обязательно для детских, в принципе, для документов. Я ее сделала по принципу так же. Закрывашка на резинке. Здесь, правда, у меня получилось два кусочка, потому что я нарезала свой крафт-текстиль. Он мне приходил в больших таких рулонах. Я его нарезала на маленький, чтобы у меня на коврик для плоттера входили. То есть там коврик для плоттера 30,5, по-моему, сантиметров или 31. Вот. А здесь мне нужна была 30, по-моему, с половиной. А здесь мне нужна была высота 31,5. То есть у меня были кусочки, но маленькие. Мне пришлось их делать по... Ну, в общем, на большом листе половинку вырезать. Половинку с одной стороны и половинку с другой стороны. И здесь я их, получается, полтора сантиметра сделала нахлёст и прошила. Прошила по периметру, всё нормально, всё хорошо прошилось. А когда начала посередине пришивать... Сейчас вам покажу файлы, которые внутри... У меня тут машинка запетляла и, в общем, не очень красиво получилось. Но я постаралась заклеить, чтобы было всё более-менее красиво. Вот. Надпись хозяйка не стала делать. Так что вот такие они внутри. Всё у нас входит. Файлик вот этот я заказывала на Wildberries. Сейчас вам покажу. У меня есть ещё один. Вот так он выглядит. Ссылочку я оставлю в описании. Написано на нём, что это вкладыш для семейных документов и написано, что он для четырёх комплектов. Но я не знаю, насколько тут четыре комплекта, но, в принципе, наверное, четыре, потому что здесь вот два таких кармана под паспорта. Ну, две странички. То есть, я так понимаю, что здесь два паспорта и здесь два паспорта. И поэтому они считают, что это как бы для четырёх. Но здесь, допустим, две карточки под пенсионные, то есть, их тут две входят, только не четыре. Вот. Поэтому я даже не знаю, я бы это больше назвала комплект для двух документов. Но для двух наборов для документов, да, как там правильно я не знаю, называется. Вот. То есть, здесь у нас под карточки идёт или под полисы современные, которые такие, как карточки. Дальше у нас такие вот два маленьких. Это под, по-моему, здесь со рождения сейчас такой выдают или нет. В общем, это маленький такой формат. Потом такой побольше формат. это вот как раз формат, по-моему, старых свидетельств рождений. По-моему, такой. Вот. Их тут тоже два вкладыша и два вкладыша у нас получается формат А4. Вот. Такие большие. Вот. у них ещё были такие вот крылышки, за которые это вставляется всё в папку. Должно было вставляться. Но я померила сюда, вставила. Но как бы оно не очень красиво смотрится, поэтому я их обрезала. И вот здесь посередине прострочила, получается. И здесь ещё сделала отверстие, вставила люверс под резинку. Вот эти штучки вставила. Ну и чтобы у меня такая она была не сильно мягкая, чтобы больше укрепить стороны, я сделала здесь карман. Получается один такой большой. Туда я так думаю, что А4 войдёт. Потом такие вот два маленькие. Здесь, в принципе, сюда можно паспорт вставить. Ну или там загранпаспорт, допустим. Вот. А сюда можно вставить где-то у меня здесь была карточки. Ну, не знаете. В общем, сюда можно вставить карточки или какие-то полисы, вот такие маленькие. Ну, в общем, много сюда можно что вставить. Ну и здесь сзади также. Здесь у нас большой, два средних и четыре маленьких. Вот. Вот такая вот обложечка у меня получилась. И вот это последний, практически последний. Ещё у меня один лист чёрного крас-текстиля остался. И его хватит только допустим на органайзер или на две обложки для паспорта. То есть, хотя ещё, возможно, на один тревел-блокнот хватит. Вот. А так уже больше, на какие-то большие проекты уже не хватит. Вот. Поэтому, если я буду такие делать, то буду делать такие из кожзамы переплётного из кожзамы. Сейчас я как раз закупила для наших астрологических блокнотов. Но их пока я ещё не начинала. Как раз сейчас буду начинать. Буду пробовать склеить два кожзама между собой с помощью паутинки. Я обязательно об этом в ближайшее время расскажу. А сейчас пока буду пробовать. ну и вам потом покажу результат. А ещё я хотела рассказать по поводу той жёлтой обложки, которую я делала из замши вот такого почти горчичного цвета. Вот. Я не помню в последнем кусочке видео я говорила или нет, что она мне не очень понравилась, потому что она как-то не очень хорошо обтянулась. Но хотя когда она полежала, то есть я её отдала хозяйке, она у неё там день побыла, потом мы к ним переехали в гости, она мне сказала, что ей всё понравилось, она довольна, и я очень-очень тоже этому рада, конечно. Вот. В общем, всё там замши хорошо натянулось, всё прекрасно, но единственное, что там на корешке были неровности из-за этого материала, который мягкий, которому я прокладывала между тканью и картоном. Вот. Ну и магнитик тоже такой потолще. Мне пришлось изнутри вырезать картонку, вытащить старый магнит, туда запихнуть новый и обратно картонку вставить. В общем, так, помучилась я немного с этой обложечкой, но всё получилось, всё хорошо. Самое главное, хозяйка довольна, ей всё понравилось, ну и мне, конечно же, тоже всё нравится, если и заказчикам заказчики довольны. Вот. А сейчас я тут хочу немного порядок навести на столе и буду пробовать склеить то же самое между собой. Сейчас мне надо вырезать по размеру такой кусочек, который мне нужен будет для моих блокнотов. Это будет формат опять. Сейчас я вам покажу примерно как он будет выглядеть.